Снимая плитку, ремонтники переворачивают страшную страницу в жизни дома на рассветной. Две недели назад пожар унёс жизни восьми человек. О трагедии напоминают слои копоти на стенах и удушливый запах дыма. Что сейчас делать? Надеемся, что за неделю делаете. Именно дым стал причиной гибели нескольких человек. Пламя вспыхнуло в квартире на втором этаже в ночь на 12 января. Хозяйка и её гость погибли в огне. Ещё шесть соседей с верхних этажей насмерть задохнулись угарным газом. Теперь их квартиры пустуют. Родные отсюда уехали. У отца живёт и единственный выживший в очаге пожара – 17-летний Артём. Я ещё восстанавливаюсь, посещаю хирурга перевязки. От состояния квартиры? Могу сказать, что жить там нельзя пока что. Не сразу комфортной жизни вернутся и остальные жильцы. С утра до вечера в подъезде кипит работа. Ремонтники планируют заменить сгоревшую проводку и напольную плитку. Вместо выбитых пожарными деревянных окон установить пластиковые. Заменят и двери на новые антипожарные. Но главное, объясняют специалисты, быстрее избавиться от копоти и въевшегося запаха дыма. Есть и химия, и грунтовки специальные, которые покрывают стену и, грубо говоря, поверхность. И создают защитную плёнку, которая не даёт потом запаха. Обновить подъезд после трагедии решил фонд Святой Екатерины по инициативе одного из учредителей Игоря Алтушкина. Причём благотворители протянули руку помощи и тем, чьи близкие погибли в страшном пожаре. Кому-то помогли с обустройством квартиры, в которой сейчас временно живёт семья. Кому-то помогли закрыть кредиты, которые остались. Кому-то просто помогли материально, то есть в каждом случае индивидуально. Закончить ремонт строители планируют через две недели. Работы очень много. Все этажи сильно пострадали в пожаре. Жизнь в доме на рассветной понемногу входит в привычное русло. Но страшные трагедии, которая произошла в январе, напоминают не только запах и копоть на стенах. Около подъезда по-прежнему лежат свежие цветы, которые принесли в память погибших. В частности, женщины с девятого этажа и её маленькой дочки.